Чтение 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 это полезное занятие. И очень много зависит от того, какие книги вы читаете. Мой дед окончил церковно-проходскую школу. Он наизусть читал мне Евгения Онегина. Я был маленьким и говорил, зачем дедушка тебе так много знать. Он мне отвечал, что надо развивать память, все помнить, чтобы потом это в жизни все пригодится. У деда был очень хороший почерк. Он хорошо работал и топором, и другими орудиями производства, благодаря ведьмой книге. В Финляндии, в Германии пытались сделать эксперимент, давая ученикам набирать тексты на компьютерном клавишами. Но потом отказать от эксперимента, потому что, когда ребенок пишет ручкой, он вырабатывает усидчивость, усердие, какой-то свой почерк. Это очень важно для развития ребенка, для развития детской моторики. Человек, который читает серьезную литературу, больше думает, больше анализирует, учится и делает правильные выводы. Он развивает свой интеллект. Высказывая мысли в слуг, человек обработает способности поддерживать компанию, поддерживать ораторское искусство, становится интересным собеседником. Существуют довольно большие проценты людей, которые не могут работать с аудиторией перед определенным количеством людей. Они стеснены условиями. Но те, кто много читает книг, те, кто много анализирует литературу, тем легче завевать аудиторию, тем легче высказывать свои мысли и общаться с людьми. Читая книги, мы часто сталкиваемся со словами, которые нам были до сих пор неизвестны. Мы, вникая смыслом, решаем свой кругозор. Мое поколение в школе на совесть учили работать с текстом. Учительница давала детям возможность не только прочесть текст, но сделать в него заклавия, выделить главного героя, разбить весь материал по частям и тем самым заставляла детей работать, мыслить правильно. Потом этот текст переписывали ручкой, диктанты, изложения, и опять разбирали его на ошибки графические, стилистические ошибки разбирали по этому тексту. Мало того, что все дети читали положенную литературу по книжным источникам, по книжным носителям, еще задавалось в программе внеклассное чтение художественное произведение, которое фактически будет также обязательным, как и основной материал. Это очень важно для развития ребенка. Сегодня ребенок находится как бы на диване, он расслаблен, но в этом расслабленном состоянии его обучать бесполезно. Он трудно сваять материал, у него нет связи, какие-то обрывки пролетают в голове, в общем-то нет целестной такой системы обучения у него. И у него нет эмоций никаких от этого прочитанного, очень много таких детей. А это значит, что надо как-то менять отношения к учебному процессу. порой учитель заговорит, вы не успеваете прочесть классику, допустим, Николая Васильевича Гоголя, возьмите, зайдите в интернет, скачайте, что вам понравится, а потом реферат на уроке не покажете. На следующий день дети приходят с записями с интернетом скачанными и учителя ставят оценки. Ну, вот такой подход не дает развитию мышления детскому. Поэтому очень важно человеческий мозг должен постоянно работать. Лучшей писью для него является новая информация. В процессе чтения любого художественного произведения мы представляем себе героев, ту эпоху, те времена, те сюжеты, которые нам раскрываются в ходе чтения. и детали, которые потом складываются в общую сюжетную линию, и это человека заставляет задуматься, заставляет работать. Это анализ прочитанного, записи по прочитанному. это занятие ставится одним из полезных. Существует развитие головного мозга. Ученые доказали, что регулярное прочтение книг позволяет продолжать развитие заболеваний, как болезни Альцгеймера. Это очень важно. чтение книг это постоянная тренировка мозга. Как спортсмены достигают результатов путем тренировки своих мышц. с мячом работают, шатанги работают, велосипедом или другими видами спорта занимаются. Книги способны развитию мозга человека. Надо выбирать книги только полезные для чтения. Когда читаешь хорошую, приятную книгу для себя, чувствуешь, как миллиарды нейронов получают питание от этого чтения. Это способствует улучшению здоровья. Люди, которые много читают, они легче справляются с работой. Это вырабатывается усидчивость. И поэтому книги это очень большое подспорье. Книги вызывают много эмоций и делает нас человечнее. Снижает стрессовые ситуации, расслабляет. Когда человек приходит с работы уставший, он берет книгу и забывает о всех проблемах, которые накопились за весь день. Это очень важное средство для расслабления. Мы постоянно в повседневной жизни сталкиваемся с разными массами различных ситуаций, стрессовых ситуаций, проблемными ситуациями. И чтобы как-то уйти от этих вопросов, человек, когда берет книгу в руки, он забывается обо всем. Это полезно и для развития ума, и для здоровья, в конечном итоге. Привычка читать перед сном, очень полезная привычка. Если человек каждый день читает перед сном, как определенное количество страниц, допустим, то вырабатывается у организм инстинкт, и он легче засыпает, он спит спокойнее, он лучше отдыхает во сне, забывая о всех проблемах, нажитых за день. Современный мир разделен на два лагеря. Первый смотрит телевизор, сидит в социальных сетях, второй много читает. И возникает вопрос, кто из них будет более успешен в жизни. Ответ очень простой. Те, кто больше знает, кто больше считает, тот будет умнее, успешнее и счастливее. Читающие книги получают конкретное преимущество перед теми, кто о них забывает. Самое странное, что заключается в том, что если у человека свободный мозг, то ему можно внести любую непроверенную информацию. Я бы хотел сослаться на глава московской публицистки Татьяны Воеводиной, которая заметила точно. Пустая голова очень полезна современным хозяевам мира. В нее можно закачать все, что угодно. Современные манипулятивные технологии позволяют производить кастомизацию информации. То есть, скоро каждому будет присылать то, что наилучшим образом соответствует его миропониманию и легчайшим образом ведет его сторону нужную манипулятору. И вы заметите, скоро будет как в рекламе. У вас мы свободны, тогда идем мы к вам. Поэтому, надо больше читать. Большинство людей осознает пользу чтения. Однако, в силу каких-то обстоятельств откладывают эти мероприятия, мало читают, ссылаясь на последневную жизнь и бытовые условия. Благодаря книгам улучшаются навыки разговорные речи, письма, становится легче строить предложения, согласовывать с словами у собой. Особенно этому способствует классическая литература. И когда вот мне задают вопрос как стать писателем, я отвечаю, что необходимо много-много читать нужной, полезной, классической литературой. Тогда человек формирует сознание и желание что-то самому создавать. Чтение это источник знаний. Согласитесь, что книга не только решает кругозор, приносит большую пользу. Допустим, если вы хотите стать водителем, вам надо изучить правила уличного движения. Хотите стать мастером, вам надо изучить эту литературу. Необходима специфическая литература. Все равно мы идем к книге, возвращаемся к книгам. Это очень важно для жизни. Книга улучшает аллитические способности мышления. Она заставляет человека по-другому взглядывать на вещи, которые, казалось бы, совсем понятны. А когда начинаешь вникать сильно в суть происходящего, то очень много нам вещей непонятных получается. А книги способствуют их разборке, их правильной ориентации, правильной оценке информации. Книги помогают, мотивируют человека на достижение каких-то определенных целей. Особенно читая, допустим, книги как «Жизнь замечательных людей» в серию. участвуют на их примерах. Мы себя мотивируем, чтобы достичь каких-то успехов, как достигли эти люди. Это очень важно для общего обозрения. Надо с кого-то брать примеры по жизни, особенно детям, на кого-то равняться. Вот книги помогают в мероприятии. В литературе, на экранах появляется полемика, стоит ли детей учить на тех произведениях 19-20 веков, на классические произведения. Допустим, родители работают в торговле, и мама знает, что самое лучшее для своей доченьки создать материальное благосостояние. И она понимает, что дочке особенно приходить не надо учебными пособиями, учебными занятиями. Она в перспективе видит, что она будет по ее стопам зарабатывать деньги, занимаясь торговлей. ища выгоду в этом. А вот учитель, в отличие от некоторых родителей, обязан рассмотреть в детях эту божью искру, чтобы найти то, к чему у ребенка лежит душа, к чему ребенок талантливый может достичь. И вот эту искру божью необходимо развивать, независимо от того, как ведут себя родители. Учитель должен рассмотреть в ребенке то, что для него будет в дальнейшем перспективным, важным для жизни. Какую профессию потом он выберет. Книги не только расширяют кругозор, но перемещают нас в другие измерения, в другой мир. Мы, читая книгу, живем жизнью героев этих произведений. Значит, можем оказаться то ли в океане, то ли на острове, то ли в других странах. Это расширает общее понятие и ориентацию по жизни. Книги помогают нам лучше понимать других людей. Вчитываясь в классику, в героев, примеряя их потом на окружающих себя людей, мы начинаем больше разбираться в их тонкостях. есть книги информационные, которые помогают заложить нам фундамент на будущее профессию. Есть книги витамины, они помогают разобраться в себе. Благодаря книгам мир становится более понятным, более информационным, более интересным. Я бы сделал следующее заключение. Чтение это не только полезная вещь, но и необходимая вещь. Для девушки, которая выбирает себе партнера по жизни, она прежде всего смотрит на интеллект молодого парня, с которым общается. Если парень развит преимущество, он имеет перед другими парнями. Так и девушка, если она начитанная, грамотная, она имеет преимущество перед своими соперницами. Это очень важно для молодого поколения. книги способствуют улучшить настроение. Люди, которые регулярно читают, меньше подвержены стрессовым ситуациям. Литература это отличный способ уйти от суеты, отдохнуть от забот. Последние исследования говорят, что книга делает человека более активным, которые много читают, они активно участвуют в общественной жизни страны и общественной жизни окружающих, помогают другу. Это способствует развитию активности человеческого бытия. Книги повышают творческий потенциал. Книги, вообще-то, это недорогое занятие. Я понимаю, что в магазинах книги не так дешево стоят, но зато есть бесплатные книги в библиотеках. Можете пойти в любое время отдаться чтению бесплатно. Очень важная книга для чтения является Библия. Библия надо читать с детства заповеди Божьи и руководствовать их по жизни. Очень ёмко изложена суть нашей жизни, наши душевные порывы, наши слабости, и поэтому, изучая Библию, вы можете представить себе от неблаговинных поступков. Спасибо за внимание!